марина кодина не продались абрикосы двухлетки скотч и скотчик мощный а вот что делать а вот есть вы хотели продать абрикосы они уже уже получается два года им амуры а вы продать не смогли так что делать выкапывать невозможно чтобы не повелить корни просто вырубать жалко даже прошлом летом ломала лопаты хотела выкопать ну учитывая да что двухлетки они ведь железовские они больше не самый мощный в россии самый мощный в мире так уж сложилось помните 40 килограмм 50 урожая с моих абрикосов и 300 500 грамм с абрикосов с науки от других садоводи 40 килограмм 50 килограмм и тут же 300 грамм 500 грамм вот вот эта разница 50 килограмм это быть какое дерево должно вырасти там было как на северный год полношения то есть молодые деревья вот сравнили да а теперь что я чем я могу помочь только тем чтобы сказать ребят так марине кудиной срочно вот выкупайте пока есть возможность раз они не продались это страшно если уж у вас не купили а там-то легче продать чем у меня вырубать нельзя конечно что делать то мощные двухлетки амуры вот для иркутска амура это что это самое что в италии эти или что во франции королевские ой не знаю я посылал вам фото абрикоса посадкой кости к весной осенью ростом с мужика фото было однолетка с мощнейшими корнями ой марина я что-то и сергей почему пошел в эти каких-то начали пролетел с этим взял кредит магазин а покупать никто даже продукты не покупает даже в ухо деревне ни у кого нет денег вот потом теперь у нас это все тоже те же проблемы стал бы он заниматься этими самым поступать на завод на корневщика если выбрали со свистом че я скажу может быть это представляю полтора-два метра нас так мало сейчас может быть найдется 12 скажут я выкупаю если якутская область можно за 100 за 200 на 300 даже на машине приехать может быть ниже дадите свой это хотя бы телефон ниже где-нибудь тут вот пока мы не расстались пусть вам кто-то позвонит говорит это самое забираю с руками отрывая хотя сколько раз я призывал купить мои чернки в лучшем мире пройдет вебинар один заказ редко два за неделю все как один написал в связи с сложившейся со стороны обстановкой я отказываюсь от заказа страшно ошибку совершил человек так винограда привет нижний новгород привет привет оренбург привет феносея мидуреченск когда встречи с учебы в красном утреных когда встречи с учебы в красном зу когда встречи они когда вот понимаете когда еще моя бригада была учебная цела было где поселить приемлемая была оплата встречали селили где ночевать сколько стоит это самое кормежка все было идеально и прогулки по саду учеба 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 на последние это было лет шесть семь назад на последний раз записалось трое потом вернули деньги и на это все закончилось все теперь татьяна таких как вы 1 до миллион смотрите всем здравствуйте так вопросы по теме на саде битва вы знаете гугушкина дружище я не дошел немножко до вас вы такие вопросы задали как это только прочитал у меня все крыши сейчас по моему влад добавит я просто извините я хотел вам ответить я не успел потому что сами знаете вот причина почему не успел и так вот вопросы по теме на саде битара для нас или черный берется с молодого планищащего дерева или нет друг гугушкин те же самые вопросы да с молодого планищащего именно молодого планищащего почему чтобы до своей биттера успеть не только за часть курить а как можно быстрее например четыре года подряд четыре поколения и начать можно уже со второго года вот получается на четыре пять лет то есть я покажу да с молодого планищащего вообще ждать пока вырасти тогда смысл теряется как вы объясните что сеянцы однолетие выжурцы за три-четыре переноса черенка южного абрикоса умудряется передать морозы с более старшему черенку естественно ну как говорится невозможно это можно закончить вот можно закончить вот у меня сейчас я вам показывал три года растут три года растут пусть небольшие пусть они мне за три года выросли только до пояса это сеянцы академика ну место неудачно что там говорить блин ну три года одна из них была сорокалетней дим на одной подвергшей веточке я отталкиваюсь от реального от того что случилось должны были замерзнуть должны были но не замерзли вот объяснить по науке как объяснить по науке если это невозможно петективная геморизация как это значит прививка появляется химера что такое это наука она словом химера все по это поставила на козу вроде бы на место а химера значит имеет право жить неизвестно что получится главное химера означает что долго жить не будет умрет они заразы не хотят умирать 20-30 лет эти химеры живы то зачем объяснить что за 20-30 лет они не замерзли ну потому что на манджурсе появится скажется до выгруза минус 50 придерживаю значит а тут какие-то 40 все нормально а второе поколение он уже опять на манджурсе можно сказать это будет второй поколение выращиваться 2 3 4 а со второго на третье с третью еще все это на 5 тогда получается он опять на манджурсе он привыкает манджурсу значит уже есть такое понятие вегетативной геморизации есть такое понятие как биологическая совместимость и совместимость это опять не наука это я придумал вот чистом виде биологическая совместимость вообще-то надо будет поискать в этом я наберу как-то но не сегодня вегетативная то есть биологическая совместимость что получится или опять же мои цитаты или мы все-таки научные не буду на себя лишним брать вот но каждое поколение оно благодаря на сцене это она становится роднее то есть уже меньше это ну я беру из на из наших человеческих термины меньше лейкоцинтов меньше этих самых антигенов то есть уже меньше сопротивление того что отторжение я сталкивался с отторжением и с тем и частичным отторжением она должна минус 50 удерживать прививку сделала она взяла в 30 замерзла почему она не решила проблему-то человеку почку пересадили как моего друга он через год умер почему отторжение без того чтобы много лет жить так теперь получается что разговаривали об этом я поэтому дальше подарок не буду а вы еще не закончили однолеток кстати старший по возрасту черенок черенок они получаются как бы деревьев становится вечными ведь все деревья которые привиты например самый первый я привил 35 лет назад потомки до сих пор вы можете считать что черенок взятый допустим лучшая резал сердце что он хотя тяну старше того которые волосы режут и привиты там 35 лет назад вот таким вот так таким путем нельзя сравнивать а для однолеток еще и сам недостаточным образом почему на дверете абрикос если понимаете массовая гибель однолеток массовые болезни однолеток подвойных подвойных так и неудачи с прививками связана элементарщина тем что до сих пор долго ты долго и долго крупнейший садовод сибири ну не могу я показать об этом его статью где нам ну не стыдно просто но на свете его нету а как он в этом где написано что борзы выкапывать под абрикосовые кости на 10 сантиметров а это 5-6 сантиметров это ж верная гибель я сколько раз про это говорю один представим себе что он еще жив он уже начал подгнивать потому что основание штаба под землей так бы он был бы рассчитан допустим умереть на 10-й год на 5-й я такие случаи видел козы ну почему у меня умер вот уже полоношение вступил и вдруг умер железу берет и копает как эта собака знаете вот как-то было забыл цитату ладно выкопал говорю посмотрите ваше это самое не штаба сгнил они от мороза вообще нет мороза так и тут получается что такое черенок как вы пишете а вернее так сенец однолеток недостаточно абсолютно борзостой и замерзать не должен если он природе тысяча упала он тебе показывал столетние абрикосы от под ними лежат косточки от столетиями я показывал чекотеринскими один порос а он лежал на поверхности и у него заглубление корневой шейки 0 0 и пусть ему один год и хрен его кто убьет и единственное что только мыши против мыши беззащитен не может быть такого однолеток пока однолеток не доставьте мороз только это неправильно следующее нужно ли перед наслоением черенок закалить воспитать в кроне взрослого дерева ничего не надо зачем нам крону взрослого дерева это что такое закалить зачем это промежуще вариант взяли мы крону взрослого дерева подвое взяли привели к нему черенок растет там через год-два-три берем оттуда режем совершенно как вам сказать не не то что она ненужная операция она лишняя это лишнее движение это лишние годы вот чего закалять то когда мы берем подвой который изначально понятно что он выйдет ваулин который у меня вот эти вот сеяцы купил вот я потом когда он мне позвонил через десять лет он мне позвонил потому что ему еще косточки нужны были так может не позвонил бы я с замиранием сердца говорю а как там мои маньчжурцы причем не сыновья маньчжурцы они все-таки папа гибридная то есть они чуть-чуть может быть даже выступать мой секси на 2 3 а я их выкопал спорта и арха а он первые годы был дикарь дикарем если невозможно фотографии то есть вот переехали челябинск все живы все прекрасны и вот вот это самое посадил их прекрасно получил урожая все 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 они должны были хотя бы часть умереть там не хватает по разок а вот то минус 38 живы минус 10 минус 8 этот самый цветы возвратные заморозки цветы живы вот а начинался сердце уже лучше того невозможно представить себе пойдем дальше значит вот это вот если лишняя операция больше нам как говорится заняться ничем пусть все-таки это кроме злошного дерева воспитывать это совершенно ничего когда тему за своими разберем на вебинаре это она не просто назрел одумела столько раз про это рассказывать я наоборот боялся об этом говорить вот настолько просто две-три фразы еще вся тема не знаю я устал уже про это я столько раз говорю а